всем привет дорогие друзья с вами сегодня светлана госпарович и добро пожаловать на мой канал дом творчества все кто еще не подписался на мой канал обязательно подписывайтесь и таким образом вы будете получать видео и мои мастер-классы самыми первыми а для этого не забудьте нажать на колокольчик и так в сегодняшнем мастер-классе я вам покажу как сделать игрушку вот такого замечательного мешутку для этого нам понадобится выкройки которые вы найдете под видео и выкраиваем наши детали у нас получается мордочка она будет состоять из двух деталей далее эта мордочка будет стачиваться друг с дружкой по данной линии которую вы сейчас видите лобик я выкроила из отделочной ткани он будет соединяться у нас наши мордочка детали мордочки по намеченным линиям вы на лекалах их увидите вот таким образом будет выглядеть наша мордочка далее у нас есть затылок он состоит из двух деталей ушки ну ушки вы видите что у нас одно ушко одна деталь ушка будет больше да чем другая почему потому что вот это вот большая деталь она у нас будет перезбариваться и таким образом ушка у мишутки нашего получится более объемная вот таким вот образом будет презбариваться дальше в наших выкройках есть еще пузико мишутки состоит из двух деталей спинка также состоит из двух деталей и переходим к нашим лапкам ручкам и ножкам ручки состоят из четырех деталей а но в данном случае я вам покажу можно сделать вот такую вот лапку мишутки из отделочной ткани то есть для этого мы берем наши лекала по линии которую вы видите на лекале мы выкраиваем нижнюю часть лапки и заделочной ткани когда это вы будете делать не забудьте дать припуск на стачивание так ну и ножки ножки у нас будет состоять из четырех деталей джинса и для этого еще нам нужна будет ступня ступню я сделаю из красивой отделочной ткани и когда у нас все выкройки готовы мы можем приступать шить нашего мешутку берем нашу мордочку и стачиваем ее по линии которая указана у нас выкройках для этого заколем булавочками для прочности и стачиваем вот таким вот образом у нас получается ширину шва во во всех своих работах я беру 0 7 миллиметров длина строчки возьмите по минимум два с половиной когда наша мордочка уже готова мы берем пришиваем к ней лобик и чтобы наша мордочка получилась красивенькой мы ее сначала сметаем потому что здесь данная деталь имеет такую неровную форму поэтому чтобы у нас было все хорошо для это конечно лучше все сметать и после этого мы будем стачивать это на машинке убираем все лишние нитки сметочные которые нам мешали делаем надсечки надсечки это обязательно условие когда мы шьем игрушки либо различные вещи которые имеют округлую форму насечки я сделала виде таких вырезала такие треугольнички если есть специальные ножнички так они зигзагообразные то конечно же используйте их выворачиваем а теперь мы приступаем к нашим ушкам съесть две детали больших ушек и две детали маленьких значит большой деталь нам нужно присборить как мы это сделаем мы возьмем на швейной машинке проложим самую большую строчку и вы видите когда я ее прокладывала уже образовывается сборка на нашем ушки теперь мы закалываем булавками по середине наших ушек и по краям а остальную ткань которая у нас остается на больших ушках мы подтягиваем тянем за ниточку и таким образом получается у нас такая сборка все закалываем аккуратно булавками и прокладываем строчку то есть стачиваем наши детали ушек но дальше все как положено делаем надсечки выворачиваем нашу деталь наполняем ее любым наполнителем который у вас есть и зашиваем со вторым ушком мы проделываем такую же операцию вот таким образом у вас должно получиться далее мы берем нашу уже мордочку и располагаем наши ушки то есть мы будем их пришивать вы можете на глаз ушки расположить чтобы получилось примерно тогда можете взять лекала то есть на лекалах на выкройках у вас это все видно там отмечены точки . b на ушки видите насечку соответствует точки . b на нашем лобике это и будет место соединения наших ушек таким образом не вся наша головка нашей мишу нашего мишки закончена нам нужно доделать затылочек берем детали наша затылка и соединяем их на выкройках вы видите такую стрелочку это значит что по этому краю наша деталь соединяется друг с другом заколем булавочками и прокладываем строчку после этого делаем надсечки и соединяем наш лобик с деталью мордочки которая у нас уже получилась с ушками когда мы скачали нашу мордочку с затылком обязательно тоже делайте надсечки то есть запомните что я уже просто не хочу повторять что после стачивания детали мы обязательно будем делать надсечки продолжаем и наша голова почти готова мы ее вывернули и делаем носик и глазки для нашего мешутки глазки я купила вот такие вот они сразу идут заглушками и купила носик тоже готовый но носик мой оказался немного маленький по сравнению с моими глазками мишутка поэтому я нашла вот такой такой носик который приклеивается потому что другого больше не было так как мы будем делать глазки находим место где мы будем располагать их на лекалах я отметила прокалываем отверстие куда мы будем вставлять наши глазки делаем это отверстие аку только аккуратно чтобы не получилось так что дырка будет сильно большая и вставляем наши глазки после этого мы одеваем заглушки вот смотрите как это будет выглядеть ну и конечно 2 глазик мы сделаем по такому же принципу отмечаем расположение где он будет находиться делаем отверстие и вставляем наш глаз вот такая замечательная мордочка у нас получается только не хватает носика для нашего мешутки если у вас носик точно с такой же защелочка как как были глазки то делаете и точно так же отверстия потом просовываете и зажимчик мой носик приклеивается поэтому я возьму клеевой пистолет и просто приклеиваю хочу остановиться на глазках если вы не нашли такие глазки как у меня в данном случае либо они вам не подошли по размеру то вы просто можете взять купить бусины черненькие бусины и пришить их и так голова наша уже почти готова мы ее сейчас наполняем синтепоном вот такая пухленькая мягкая головка получается и еще нам нужно с вами завершить работу с нашими глазками нужно чтобы они получились немного такие в полы для этого возьмем нитку с иголкой иголку возьмите такую длинную нитку прочную и сшиваем наглядно вы сейчас увидите то есть мы берем делаем узелочек на нашей нитке и этот узелочек нитку разделяем и узелочек взматываем на наши глазки очень аккуратно если у вас глазки с заглушками они вам будут мешать просовываем иглу через один глазик в другой то есть таким образом мы потянем наш глаз и сделаем его впалом намотаем узелочек и вернемся обратно наш первый глазик и чтобы наша конструкция не распалась нитки не развалились и глазки остались на том месте на котором мы сейчас желаем мы делаем крепенький крепенький узелочек видео такой вот петельки сделали и нашу нитку оставшуюся мы выведем через изделие а мне очень нравится ну и как же мишутка будет без улыбки для этого я возьму ниточку мулинет темную черную и сделаем улыбочку ну тут я комментировать не буду как это делается это все все и так понятно оставшуюся нашу нитку мы также выводим через через голову такой милый мишутка у нас получается дальше после того как мы сделали голову мишки мы приступаем к нашему тельцу для этого мы возьмем выкройки пузико и спингу пузиком и если видите по выкройке до значок стрелочка это значит что мы его стачиваем с той же деталью спинку берем сначала сделаем вытачки на одной детали на 2 а потом эти две детали стачаем вместе ну и когда мы все это стачали мы делали надсечки теперь нам нужно эти две детали друг с другом стачать то есть мы их стачиваем оставляя отверстие у горлышко соединив наши две детали мы их выворачиваем и начинаем набивать наполнителем вот и тельце наше готово что нам остается нам остается сделать ручки и ножки нашему прекрасному медвежонку а начнем мы с ножек возьмем 4 наши детали которые мы выкроили ножки и сейчас мы складываем друг с другом и нам нужно их стачать оставляя вот отверстие для того чтобы потом мы могли их вывернуть стачиваем швом шириной 0 7 миллиметров со второй ножкой мы делаем то же самое после того как мы детали стачаем сделали надсечки и нам нужно пришить наши стопы которые у нас выкроены были и заделочной ткани для этого мы их сложим пополам чтобы найти серединку и совмещая швы и серединке наших стоп мы начинаем их закалывать булавочками а после этого мы возьмем их и пришьем ножки получились у нас просто замечательные мы их выворачиваем и наполняем осталось у нас отверстие как вы видите его мы зашиваем а зашиваем мы тайным швом как он делается сейчас я вам покажу а а Продолжение следует... Вот наши ножки готовы. Теперь мы давайте начнем делать наши ручки. Возьмем детали ручек. И как вы помните, что я захотела сделать ладошку мишутки из цветной ткани. И чтобы нам это с вами сделать, нужно соединить нижнюю часть лапки и верхнюю часть лапки. Сточать их между собой. А уже после того, как мы сточаем, соединить две детали лапки. Одна деталь с ладошечкой, вторая деталь, которая у нас целиком. Соединить их вместе и сточать. Также оставляя небольшое отверстие для того, чтобы мы могли потом вывернуть нашу лапку. Сделав надсечки, выворачиваем лапки и набиваем их наполнителем. И зашиваем отверстие, как я уже вам показывала. Вот все время собирать нашу красавицу мишутку. Для этого мы берем, пришиваем головку ей, а голову пришиваем точно так же по тайным швам. Совмещаем швы наши, которые были, то есть боковой шов, передний шов, задний. И пришиваем голову нашей мишутки. И когда уже пришили голову, делаем узелочек и конец ниточки прячем в изделии. Вот и все, время пришло, чтобы пришить мишутки, ручки и ножки. Для этого нам понадобится 4 пуговицы и нужна также длинная иголка и прочная нитка. Берем нашу лапу. Расположение пуговицы находится примерно на расстоянии двух пальцев. Вводим иголку и на нитку нанизываем пуговичку. После чего мы берем лапку и пришиваем ее к туловищу. Где будет находиться лапка на нашем туловище, мы тоже определяем примерно где-то 2 пальца от шеи. И выводим иголку на противоположную сторону, то есть на то место, где будет у нас вторая лапка. И со второй лапкой проделываем то же самое. Просовываем иголку через нашу лапу, нанизываем пуговичку. И дальше иглу пропускаем в то же место, где у нас выходила уже до этого нитка. Вывели иголочку на правую лапку и теперь нам нужно хорошенечко-хорошенечко наши лапки стянуть. Для этого подтягиваем нитки наши аккуратненько и делаем узелочки. Делаем точно так же узелочки, как мы делали глазки. То есть по такой же системе. Петельки и потом эти петельки затягиваем. Ну а иголочку выводим в нашу ручку. Сейчас мы будем точно так же пришивать наши ножки. Если вдруг вы здесь что-то не все увидели, не все поняли, то на следующем этапе, то есть пришивание наших ножек, будет более понятно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну просто замечательная девчонка у нас получилась. На нее шевелятся ножки, шевелятся ручки. Ну а украсим мы ее сейчас вот таким бантом. Возьмем ленту, атласную ленту, примерно длиной 70-80 сантиметров и сделаем ей красивый-красивый бантик. Таким вот образом у нас получился медвежонок, которого мы сшили своими руками и с джинсом. И я надеюсь, вам понравился данный мастер-класс. И вы обязательно по этому мастер-классу сделайте такую игрушку для себя, для своих близких, может быть кому-нибудь в подарок. И если вам понравился данный мастер-класс, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите другие мастер-классы на моем канале. С вами была Светлана Гаспорович, до новой встречи, друзья! Пока-пока!